Привет, друзья! С вами Илюшин Илья, компания Ergo House. Мы находимся на архитектурной выставке Архмасва 24 на нашем стенде. Данный стенд был построен с использованием материалов наших партнеров. Это международная компания Shuka, алюминиевая фасадная система двери и окна, а также подсистема вентилируемых фасадов Yukon и Larta Glass. Я готов вам провести небольшой краткий обзор нашего стенда. Ну что ж, погнали! Что ж, свой обзор я готов начать с нашей панорамной системы Vizio, которая здесь установлена. Система Vizio первая в своем классе российская система, которая позволяет нам реализовывать высоту до 5,5 метров. При этом обрамление у нас происходят в тонкие рамы 28 мм. Система максимально теплая, проходит даже по сертификации пассивных домов. Вся система у нас полностью интегрирована в отделку. Мы не видим никаких профилей и ничто нам не преграждает путь. В данном случае у нас первый вариант порога представлены. Это несколько утопленный трек, который нам позволяет добиться единства линий. Что подвижная, что фиксированная створка полностью уходит в ноль, и мы не видим никаких профилей. Данная створка моторизирована. Мотор у нас располагается сверху над рамой. Конечно же, подобного габарита створки не могли бы двигаться без наличия качественных материалов. А именно, мы используем два трека прутка из нержавеющей стали, а также стальные роликовые подшипники. Высота конструкции составляет 5,5 метров, а ширина сегмента 2,300. Что в сумме нам дает чуть меньше тысячи килограмм. Стекла в этом пакете используются закаленные. Это по умолчанию, скажем так, стандарт компании. Но и ставить сырые стекла на такие конструкции было бы попросту небезопасно. Так как сырые стекла при разрушении падают крупными осколками, могут быть травмоопасными. Глубина заполнения системы составляет 60 миллиметров. Это немалая глубина. И это выгодные конкретные преимущества системы Визио. Потому как в нашем регионе и в нашем климате чем толще стеклопакет, тем теплее. А выход на более крупный габарит, высоты 5,5 и даже более метров, вынуждает просто переходить на более толстые стекла. А в европейской системе, как правило, это значение составляет 54-56 миллиметров общей глубины заполнения стеклопакета. Давайте рассмотрим этот проем. Система Визио 1 Альфа. Что это значит? Визио 1 Альфа – это плоский порог. Когда у нас, кроме того, что интерьер и экстерьер находятся в одном уровне, так еще и область в середине трека, где ходит створка, он тоже выровнен. Это дает нам безопасное перемещение, особенно в случае, если у нас система обладает двумя или более треками. Потому что каждый трек с подвижной створкой набирает глубину. И подобное решение делает безопасным, особенно в зоне бассейна или в зоне приема гостей. Ну, разница между одним и другим треком – это в том, что у подвижной створки в случае с плоским порогом видимый профиль составляет около 3 сантиметров. Что, в общем-то, не критично и на больших габаритах никаким образом не выбивается из общей концепции пространства. Как я ранее сказал, вес подвижной створки около тонны. Любому человеку, в принципе, подобный вес было бы двигать крайне тяжело. Именно поэтому мы предусмотрели моторизацию створок. Мотор у нас располагается сверху, над рамой. Можно взглянуть на плату и где он располагается. Мотор размещается над треком. Ему не нужны какие-то дополнительные короба. Нет необходимости выносить его сбоку и обустраивать какие-то лючки для эксплуатации, для настроек, как порой представлены в европейских системах. Здесь все достаточно удобно. Снимается декоративная крышка и производится наладка двигателя. Если это, опять-таки, необходимо. Что ж, давайте перейдем к соседней конструкции. Это, опять-таки, система визио, но уже с применением структурного угла. Что это такое? Структурный угол. Это угол, при котором не используются алюминиевые стойки. И один стеклопакет зубом приходит в другой стеклопакет также зубом. Пространство между заполняется герметиком специализированным и вкладышами. Данное решение очень любят архитекторы, да и заказчики, в принципе. За счет того, что это позволяет облегчить конструкцию, впустить в помещение как можно больше света. Это смотрится прекрасно, инновационно и, в общем-то, в духе времени. Кстати, что важно. Отличие данных систем от стойка ригеля заключается именно в том, что нет необходимости от угла ставить рядом алюминиевую стойку. Необходимость такая отпадает, поэтому мы видим вот такой лаконичный, красивый угол с прятанными минималистичными профилями. Итак, друзья, я вырвал вот из толпы посетителей наших стенда, нашего стенда, двух прекрасных дам, Альбина и Кристина. Да, Альбина и Кристина, извиняюсь. Напомните, откуда вы? Мы из города Иркутска, но при этом работаем с девелоперами по всей России, поэтому очень часто перемещаемся. Отлично. Значит, у вас есть богатый опыт, в принципе, в строительстве зданий, в остеклении. И наверняка знаете тренды, которые задают, в принципе, рынок, что предпочитают люди. Вот. И такой вопрос. Что вы думаете насчет нашего стенда, те конструкции, которые мы представили? Есть ли у них будущее, перспективы и вообще есть ли интерес? Однозначно есть. Мы занимаемся строительством коттеджных поселков. У нас федеральная сеть. И по совместительству мы строим как многоквартирные дома, так и малоэтажные, типовые, индивидуального проектирования. И я хочу сказать, что те вот как раз-таки элементы, которые представлены на выставке, они сейчас имеют просто дичайший, на самом деле, спрос со стороны клиентов, кто хочет получить интересный коттедж, очень современной архитектурной формы. Мы очень часто строим дома в лесу, где есть большое количество деревьев, красивое окружение, тебе хочется стереть эту границу между домом и участком. И поэтому вот как раз-таки мы очень часто работаем с шухой, но сегодня мы узнали много нового о других системах, что очень полезно. Спасибо тем, кто посетил наш стенд, проявил к нему интерес. Надеюсь, было интересно. А также вам, дорогие зрители. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там постоянно у нас выходят обновления новости, интересные статьи, связанные с архитектурой, новыми веяниями и технологиями. Также ставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на наш канал на YouTube. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok